Девушки отдыхают Можно смело сказать, что он ушел из жизни под свет софитов. Зрители обожали его героев, цитировали их, улыбались при одном упоминании о них. Но какой сложный жизненный путь прошел актер, знали немногие. Война, отсутствие желаемого признания и главных ролей, и это далеко не все невзгоды, с которыми ему приходилось справляться. Юрий Николаевич Медведев родился 1 апреля 1920 года в городе Мытищи, тогда Московской губернии. Артистичным Юрий был с раннего детства, и неудивительно, что в качестве профильного образования после окончания средней школы Молодой человек выбрал театральное училище. В 1942 году он закончил Московское городское театральное училище. Стал частью труппы театра ВТО, который потом до самой победы выступал на передовых линиях фронта. Талант молодого дарования на фронте высоко ценили. Ему одному из немногих удавалось растормошить изможденных солдат, дать им второе дыхание, заставить не просто улыбаться после тяжелого боя, а смеяться в голос от души. Его амплуа сложилась уже тогда. Глуповатый и одновременно хитрый герой, смешливый, доверчивый, но в глубине души коварный. Передать такие характеры дано не всем актерам, а Юрию Николаевичу такие образы давались легко. Когда закончилась Великая Отечественная война, театр ВТО остался не у дел. Некоторое время труппа еще выступала в госпиталях, где долечивались раненые, но потом осталась только сцена. Медведева пригласили в театр имени Ермоловой, где он и служил следующие 40 лет своей жизни. Юрий Николаевич обожал свою профессию, с удовольствием играл роли второго плана, но в глубине души ждал той самой главной роли. Может быть именно это и стало причиной того, что прослужив 40 лет в одном театре, он решил перейти в другой. В 1986 году Юрий Медведев ушел из театра имени Ермоловой в Малый театр СССР. Параллельно с работой в театре он снимался и в кино, причем довольно активно. Кинодебют актера Юрия Медведева случился в 1954 году. Его пригласил сам Иван Пырьев на роль второго плана в картине «Испытание верности». И там он сыграл блестяще. Три дня их искали. Две эскадрильи специально вылетали. Сам Алексей Степанович Бобров нашел их. Так вот я и заехал. Может вы, Ольга Егоровна, что-нибудь передадите или напишете Андрею Петровичу? Да, да, Федя, напишу. Юрий Николаевич был настоящим народным актером, но официально такого звания был удостоен только в 1981 году. Пик его театрального творчества пришелся на военные и послевоенные годы. В театре Ермоловой Юрий Медведев играл в таких постановках, как старший сын Сарафанов, дядя Ваня Телегин, князь Серебряный Михеич, Лес Счастливцев и других. В кино этот уникальный актер начал сниматься уже в довольно зрелом возрасте, после 30 лет. Ему всегда доставались так называемые народные герои, которые окружают зрителя в обычной жизни. Простые доверчивые весельчаки из соседнего подъезда, работяги с родного завода или колхозной бригады. Любой образ он обогащал, дополнял уникальными чертами характера, делал даже более глубоким и насыщенным, чем предполагали сценаристы и режиссеры. Удивительно, но чем старше становился этот человек, тем чаще его приглашали на съемочную площадку. Критики и эксперты в области кино считают одной из лучших работ актера Юрия Медведева роль в фильме 1961 года «Человек-амфибия». Здесь ему досталась небольшая роль торговца рыбой. Пусти! 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 На помощь! На помощь! На помощь! На помощь! Также считаются лучшими работами роли в картинах. Веселые истории у правдом. Нормандия Неман, механик Иванов. Ко мне Мухтар, дворник. Угрюм река, купец Груздев. Человек с бульвара Капуцинов, пожилой ковбой. Довольно часто режиссеры приглашали его приехать на съемки, предлагая ему сатирические или комедийные роли. Именно в таком амплуа Юрий Медведев чувствовал себя намного увереннее, свободнее, нежели в любом другом. Он дал жизни многим интересным персонажам, которые полюбились зрителям. Например, браконьер Степан в комедии Александра Серова «Ты не, я тебе». Племянник-жених Тимоша Лопуцковский в ленте «Шельменко», «Деньщик». Или, возможно, самый любимый народом дядя Вова из яркой музыкальной комедии «Берегите женщин». Макароны на буксире. Но что характерно, брать уже отказываются. Спасибо, студент помог. Папирос купил? Купил. Север? Беломор. Вот помощничка прислали. Ну вы же не сказали, какие курить. А ты нюхом должен чувствовать, что начальство предпочитает. Быстро сбегай и обменяй. Послушайте, я все-таки этот, Кок, а не мальчик на побегушках. Нельзя не отметить тот факт, что Юрий Николаевич был актером советского кинематографа, которому довелось сниматься и в Захаровской, и в Гайдаевской экранизациях «12 стульев». Только персонажи были разными. У Захарова он сыграл председателя тиражной комиссии, а у Гайдая – театрального критика. Юрий Медведев в кино играл председателей, врачей, кадровых офицеров, вышедших на пенсию, театралов, отдыхающих, носильщиков. Но его амплуа оставалась неизменным. Он был комедийным актером. Немалый вклад Юрий Николаевич внес и в советский мультипликационный мир. Он озвучивал одного из царевичей в сказке о «Золотом петушке», «Братце кролика» в «Новоселье», «Кота» в «Домовом и хозяйке» и многих других анимационных героев. О своей личной жизни актер говорить не любил. Близкие вспоминают, что этот актер служил только лишь мельпомене, но это не совсем так. Юрий Медведев оказался однолюбом и всю жизнь прожил с одной женщиной, воспитав двоих детей. Супруга во всем поддерживала любимого человека и была настоящей хранительницей домашнего очага. Она, как никто другой, знала, сколько сил вкладывает Юрий Медведев в каждую свою роль и по возможности сопровождала его на съемках. Трагедия случилась летом 1991 года на съемках фильма «Семь дней с русской красавицей», которые проходили в Гомеле. Во время отработки одной из сцен Юрий Николаевич почувствовал уже привычное недомогание – колола с левой стороны груди. Но он не придал этому значения и продолжил работу, а через несколько минут потерял сознание. Зная о том, что у актера серьезные проблемы с сердцем, его тут же доставили в кардиологию. Однако реанимировать его так и не смогли. Юрий Николаевич Медведев ушел из жизни 19 июля 1991 года, не приходя в сознание. После смерти тело Юрия Медведева доставили в Москву и похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Большая просьба оценить данное видео. Если вам понравилось, то ставьте лайк, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет еще много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok